Здравствуйте, дорогие товарищи! Кортизол это гормон, у него есть свои органы-мишени. Это гормон стресса. Он помогает бежать, нападать, защищаться, мобилизовать организм. Конечно, есть болезни, которые без стресса поднимают кортизол. Это, например, аденома надпочечников, гипофиза и прочие. Но сегодня о естественных стрессах и их последствиях. Адреналин это нейромедиатор, а кортизол это гормон. Они адаптируют в связке тело к стрессам. И все было бы ничего, даже хорошо, если бы люди не перестали бегать в результате стресса. И если бы не ежедневные стрессы, которые кортизолом разрушают организм и приводят к специфическому ожирению. Как кортизол влияет на жир? И не только на жир. Стрессы бывают физиологическими и эмоциональными, что гораздо опаснее для организма. В наши дни стресса предостаточно, и это очень плохо. Вначале на стресс первым поднимается уровень адреналина. Но если стресс продолжительный, его действия быстро уходят и синтезируется кортизол. Кортизол повышает сахар в крови, снижает действие инсулина. Он поднимает артериальное давление, расщепляет жир, но переводит его в сахар. И он поднимается еще больше. Также кортизол тормозит иммунитет, ослабевая тем самым организм от любых негативных влияний на него и инфекции. Кортизол увеличивает количество тромбоцитов, поднимается свертываемость крови. Это тоже природная защита организма от кровопотерь. Оттуда возникает бледность кожи, так как идет отток крови из-под кожи в глубинные слои организма. От кортизола вы становитесь более злым. Кортизол поднимает липиды, жиры в организме, идет отложение холестерина в сосудах, поднимается риск тромбообразования. Эти стрессовые тренировки приводят к хронической злобе, изменению характера. Проблема высокого кортизола в наши дни характерна, ну, почти для всех людей, к сожалению. Так как сейчас люди много нервничают, некоторые находятся просто в хроническом стрессовом состоянии. На стресс, как я уже пояснил, вырабатывается гормон кортизол. Всегда он нарушает углеводный обмен и стимулирует организм откладывать лишнюю энергию. Сахар, если хотите, глюкозу, висцеральный и подкожный жир, особенно в зоне живота. Появляются такие характерные свисающие складки. Да, кортизол готовит организм к бегу, рывку, прыжкам, к быстрой работе. А если на стресс движений нет, ну, человек лежит, сидит, то стресс запасает ресурсы на следующий стресс. То есть переводят глюкозу в жир. А люди хотят заедать стресс едой. Слышали о таком? Может, сами такие? Об этом ведь многие говорят, даже поговорка такая есть, ужасная. А это очень вредно. В результате растет, талия расширяется, бока, живот, возникает ожирение печени со всеми вытекающими бедами. Смотрите обязательно мои видео по проблемам печени. Я дам вам под этим видео ссылку прямо на плейлист, в котором собраны все мои видео о печени. Но если при стрессе будет бег, быстрая ходьба, сразу только, занятия в спортзале, дома с гантелями, неважно, то многих негативных действий кортизола не будет или они будут менее значительны, менее разрушительны. Помните, что кортизол проникает во все органы и ткани с кровью и разрушает мышцы, вызывая раннюю и более сильно выраженную саркопению, то есть разрушение мышечной ткани с возрастом. А также помните о том, что наше сердце это тоже мышца. Понимаете, о чем я говорю, да? Помните, противодействие высокому кортизолу это активная физическая работа. Она подавляет выработку кортизола. Физические нагрузки это лучшая борьба со стрессом. От колки дров до беговой дорожки, это сами выбирайте. При физических нагрузках немного поднимается кортизол всегда, что естественно. Но при дальнейших физических нагрузках он, кортизол от стрессов, будет подниматься меньше, чем поднялся бы от тех же стрессов при отсутствии физической работы, активности. А отсюда вывод. Чем больше физической работы до стресса было, тем от стресса меньше поднимется кортизол. Есть, конечно, исследования. Например, собираются суточные моча. Потом сдаётся и до 120 микрограмм в сутки. Это норма. Выше 150 это уже повышенный кортизол. Конечно, уровень кортизола можно определить по слюне. Проводятся тоже два сбора. Обязательно ночной, но по крайней мере в 12 часов. Ночи и уже дневной. Есть, безусловно, препараты, которые снижают кортизол, но они все имеют негативные побочные эффекты. В конце видео я расскажу о продуктах, которые снижают стресс, о веществах, которые обычно должны содержаться в продуктах, но просто их не хватает. И потому их стоит принимать дополнительно, чтобы снизить количество кортизола. Но, конечно, главное здесь, как я уже говорил, это физическая активность. Причём, как вы теперь поняли, до стресса. А потому стоит применять физические упражнения, комплексные, утром, что очень важно. Понимаете? Ведь самое опасное, это рост кортизола вечером. Ведь вечером организм должен готовиться ко сну. Там работают свои гормоны. И будет дисбаланс, и он вызывает нарушение обмена веществ. А потому в идеале физическую работу активную проводить утром и днём. А теперь к чему вообще, ну и ещё, приводит повышенный кортизол. Да, кортизол нужен организму, я об этом говорил. Ведь он улучшает кратковременную память, он как бы мобилизует организм. Но вот хронические стрессы приводят к высокому, повышенному, сверхчрезмерному уровню кортизола. И от его длительного воздействия, именно длительного, разрушается память. То есть идёт обратный эффект. Происходит потеря калия. А это проблема с сердцем, и не только. Увеличивается пульс, поднимается сахар в крови. А сахар, помимо того, что он становится причиной инсулинорезистентности, а дальше метаболического синдрома и диабета второго типа, он ещё снижает калий. В результате повышение кортизола уменьшается количество витамина В1. А это антистрессовый витамин. Вот почему его обязательно надо принимать при стрессах. Кортизол приводит к потере ионов водорода, а это в том числе защелачивание среды в желудке, где среда должна быть кислая для правильного пищеварения. В результате нарушается переваривание пищи, и значит усвоение питательных веществ, и значит идёт рост нагрузки на поджелудочную железу, которая должна вырабатывать больше своих ферментов для расщепления пищи, которая плохо переварилась в желудке. Потому я советую потреблять перед каждым приёмом пищи по одной столовой ложке на одну треть стакана тёплой воды натурального яблочного уксуса. Ссылку на него я вам оставлю, ну и видео о яблочном уксусе моё можете посмотреть. И, конечно, в идеале принимать, потреблять водородную воду. Ссылку на видео, главное, на эту тему я оставлю вам под этим видео. Тема предельно важна. Идём дальше. От кортизола мышцы, как я говорил, теряют массу. Да, кортизол разрушает мышечные волокна и высвобождает из этих белков, переводит, вернее, их в глюкозу. Кожа при этом теряет эластин, возникают ранние морщины. Кожа теряет коллаген и кости теряют кальций и связующий компонент. Возникает остеопороз и другие проблемы с костной системой. Постоянные стрессы перегружают надпочечники и возникает снижение функций почек. В результате возникают потери минералов разных, кроме натрия. Очень опасны дисбалансы между калием и натрием. Вот я о чём. Ухудшается пищеварение, возникают вздутие, газообразование, дисбиозы. Ну и повышается аппетит. Хочется вредного, сладкого. И это замкнутый круг. Повышенный кортизол приводит к дефициту витамина Д3. А у него десятки функций и задач. И, между прочим, он уменьшает воспаление, снижает цитокиновый шторм. Почему повышается глюкоза? Кратко я объяснил сейчас некоторые нюансы. Дело в том, что кортизол – это гормон глюкокортикоид. И он и из белков, и из жиров синтезирует глюкозу. Его главная задача – больше произвести глюкозы. Вот почему сжигаются мышцы. А жир – нет. Казалось бы, ведь жир он тоже сжигает. Но, так как он производит огромное количество, высвобождает глюкозы, а она не тратится организмом в данный момент времени, тем более кортизол снижает воздействие инсулина, его недостаточно, то глюкоза вся практически переходит опять в жир. Причем самый опасный, висцеральный, причем в зоне талии. И идет ожирение печени, о чем я уже сказал. В результате возникает специфический жир на животе. Это такие характерные складки, свисающие складки. А причины здесь – эмоциональные стрессы с выработки большого количества кортизола. Физиологические стрессы тоже поднимают кортизол, если они вызывают недовольство. Говорят, не поел – злой, а поел – типа добрым стал. Это очень плохо. И, кстати, это характерно для людей низкого интеллекта, когда примитивные потребности выше влияния разума на физиологию. У высокоинтеллектуальных людей эти факторы не влияют на стресс, так как сила разума, воли, может просто не допустить часть стрессовых факторов, именно как физиологических стрессов. Поскольку у высокоинтеллектуальных людей радость и эмоции положительные, это результат размышлений, мыслей и творчества. Это я всё говорю о установках и привычках, а эмоциональные всегда вызывают всплеск кортизола. То есть эмоциональные стрессы. Как же снизить кортизол? Частично я уже сказал, то есть убрать те факторы, которые вызывают. И так понятно, что добиться в идеале надо того, чтобы не было стрессов. Но это сложно, поэтому физическая активность утром, днём, она снизит даже при стрессах выработку кортизола. А значит, меньше будет влияние на всё то, о чём я говорил, как негативно кортизол влияет на физиологические процессы, состояние, на сахар, повышенное артериальное давление, там разрушение мышечной ткани и так далее. То есть частично я уже ответил. Но не только это. И потом всегда на какой-то фактор влияют другие разные. Так лучше учесть, применить большее количество факторов, полезных в данном случае, чтобы убрать и стрессы, и самое главное, чтобы убрать повышенное образование и воздействие кортизола. Как? Ну вот слушайте дальше. Надо снизить выработку кортизола увеличением физической работы раз. А повышенный кортизол снизить увеличением физической работы в идеале надо на природе. Хотя тренировки в спортзале, ходьба, там, не знаю, бег на беговой дорожке тоже вполне подойдут. Много двигаться, не лежать, когда идёт стресс и после стресса, а сразу физические упражнения, бег, убираете негативные последствия. Обязательно принимайте магний плюс калий. Но можно есть много листовой зелени, тёмной зелени. Там содержится много и магния, и калия. Принимайте, если хотите, магний липосомальный. Вот этот. Он ещё поддержит, очень активно поддержит сердце. Витамин В1-тиамин при стрессе принимать в идеале сразу надо. Либо комплекс витаминов, вот этот В1-В8. Помните, что дефициты этих минералов и витаминов вызывают и инфаркты от стресса в совокупности со спазмами сосудов и кислородным голоданием мышцы сердца. То есть стрессы, они убивают сердце несколькими путями сразу. И в совокупности влияние их тем и опаснее. Что дефициты возникают, вот витамины В1, магния, калия. Ну а при этом ещё стрессы вызывают спазмы сосудов, потому что спазмируют мышцы, которые окружают артерии. Просветы артерии сужаются, поднимаются в результате давления. Сердце ещё больше испытывает перегрузки. Ведь именно сердце является насосом и должно прокачать определённый объём крови за единицы времени. Это как бы норма, это как бы задача, программа. Потому при сужении сосуда увеличивается давление, потому что сердце начинает активнее работать. А для активной работы сердца нужен магний В1 и прочее, а их не хватает. Ну вот, соответственно, плюс добавим к этому, что в крови возникают тромбы, повышенные отложения холестерина, я объяснял по какой причине, и всё это только из-за стресса, то есть повышенного количества гормона кортизола. А его могло бы быть меньше, если бы вы физически занимались бы. Утром самое главное и днём. И естественно принимали бы магний, калий, витамин В1 или вот группу витаминов В1, В8. Вообще в идеале так, утром принимать В1, В8, комплекс вот этот, а днём, ну после еды, например, В9 плюс В12, вот другой комплекс. Помните, В12 является антагонистом, например, к В1. Поэтому вместе их принимать, вот эти поливитамины или всю линейку группы В, это нельзя категорически. Да, кто не понял, потому что будут вопросы, я опять вот сразу отвечаю. Можно приобрести эти витамины, вот всё, о чём я говорил, можно перейдя по ссылке под этим видео, там ссылки будут на вот этот В1 комплекс, на второй комплекс и прочее. Нажимаете, попадаете на сайт, можете приобрести. Мы отправляем их в любые города России и страны мира. Идём далее. Принимайте обязательно витамин В3 по очень, очень многим причинам. Ну и в том числе будет уходить депрессия. Часто депрессии бывают по причине ещё дефицита витамина В3. Это вообще больше даже не витамин, а такое подобие гормона. И он, кстати, между прочим, делает примерно то же самое, что и кортизол, только без вредных побочных эффектов. Если В3 много, то кортизола вырабатывается меньше. Вот это ещё очень важно помнить. А В3 очень много для каких целей задач нужен. И, конечно, я рекомендую вот этот липосомальный витамин В3. Помните, что его КПД усвоение близко к 100%. И сам витамин В3 раскрывается вот из этих липосомальных фосфолипидных оболочек именно в клетке, именно там, где нужно, а не в желудке и в кишечнике. Конечно, нужно нормализовать дыхание. И это помогает снижать стресс, а значит, выработку кортизола. Есть упражнения, специальные методы, дыхание там различные. Например, метод Стрельникова. Есть разные приёмы йоги, но есть аппарат Самоздрав. В него можно дышать, и тоже это уменьшает в какой-то мере стресс, потому что увеличивает количество углекислого газа. Но не буду сейчас об этом. Есть метод дыхания водорода с кислородом. И это лучшее, что может быть, потому что это защита ещё от инсультов и инфарктов. Помните, что главное... Вот не то, что причина первопричина, а вот непосредственно, когда возникает инфаркт или инсульт, это когда просто разрушение происходит тканей, гибель клеток определённых, потому что не хватает кислорода. А вот кислород уже, когда в организм попадает, соответственно, ну почему при вот любых болезнях, когда пониженной сатурации, надо дышать, и людей спасают дыханием кислорода? Ну, это потому, потому что клетки начинают получать, даже при суженных сосудах, при плохой микроциркуляции крови на периферии, всё-таки больше получают кислород, чем просто из дыхания атмосферным воздухом. Это же очевидные вещи, реаниматология на этом основана вся, и вот методы, когда болезни там лёгких, через лёгкий кислород из воздуха проникает в кровь и разносится во все клетки организма, правда? Ну так вот, а водород в присутствии, то есть молекулярный водород избыточный, в присутствии кислорода, даже при маленьком количестве, недостаточном в обычных условиях, количество кислорода становится достаточным для усвоения, улучшается усвоение даже малого количества кислорода. Поэтому сочетание водорода и кислорода при дыхании устраняет огромное количество проблем, и в том числе инсульты, инфаркты. Особенно это важно, у кого уже были инсульты, инфаркты. Ну и кто предрасположен? У кого одышка, у кого атеросклероз, у кого проблемы с сосудами, с тромбами. В общем, вы поняли. Да, вот этот аппарат, который выделяет эти два газа в идеальном соотношении, можно тоже приобрести, пройдя по ссылке под этим видео, которое я вам оставлю, ссылку оставлю. Конечно, убрав стрессы, по сути, вы уберете и живот. Ну, естественно, наладив питание, убрав сладкое из рациона питания. Вот эти факторы точно уберут живот. Добавим к этому нужные витамины и минералы, о которых я сказал. Это будет на 100%, и будет это гораздо быстрее, чем без них. Как укрепить нервы? Здесь важно об этом хотя бы пару слов сказать. Об этом у меня было отдельное видео, по-моему, под названием «Что нервы станут как канаты». Есть гениальное изобретение профессора Исаева, препарат Кавьер-Ламин, который как раз делает нервы просто железными. И, соответственно, стрессы убираются, убираются последствия, то есть повышенный кортизол и прочее, и спазмы сосудов. И прочее, значит, кислорода будет больше в тканях. Ну, в общем, это учтите. Я очень вам советую принимать, кто подвержен стрессам. Вот Кавьер-Ламин. Об этом будут ссылки под видео. Ищите все необходимые ответы под видео, по нужным ссылкам. Я вам всё, что называется, как на блюдечке с голубой каёмочкой, предоставил. Ничего и искать не надо. Просто смотреть, переходить, читать, изучать, ну и действовать. А какие продукты снижают кортизол? Отчасти квашеная капуста, некоторые пробиотики. Ну, конечно, все продукты, которые содержат, как я уже сказал, калий и магний. Тёмная листовая зелень. Пищевые дрожжи, хотя не все далеко дрожжи можно, ведь эта штука не полезная, только дезактивированные специальные. Ну, ладно. Интервальное голодание снижает выработку кортизола. Естественно, высокоуглеводистые диеты вредны, а противоположные им, например, кето-диета, ну или сыроедение, с небольшим количеством фруктов и большим зелень и овощей, наоборот, хороши. Итак, надо убрать быстрые сахара из рациона питания. То есть, глюкозу, фруктозу, сахарозу, всё сладкое на вкус. В идеале. В идеале уменьшить и приём крахмалов, то есть, там, картошка, рис и так далее, чтобы снизить выработку глюкозы, поскольку полисахарид крахмал состоит из молекул глюкозы. Принимать препарат профессора Исаева хотя бы латтл с селеном. Есть, конечно, и программа по снижению излишнего количества жира. Принимайте цинк, витамин D3, кавьерламин, витамины группы B, это B1, B8 и B9, B12. Ну и, конечно, надо убирать стрессы разными путями, в том числе, например, можно гладить котиков. Очень хорошо помогает. Ну, кто-то скажет о валерьянке и тому подобное. Да, тоже, потому что, как минимум, они, убирая стресс, снижают спазм сосудов, сосуды расширяются, кровь начинает течь быстрее, активнее, снижается повышенное кровяное давление, улучшается циркуляция крови, а значит, приток кислорода к тканям, и это уже хорошо. Поэтому это правильно. Ну и, конечно, не последнюю очередь, это настрой. Ну, опять-таки, мы говорим о силе воли, мысли, о характере. Ну вот, пожалуй, всё, что вам надо знать о повышенном кортизоле, как его убрать, как устранить негативные побочные эффекты, ну и, собственно говоря, не допустить выработку большого количества кортизола. Теперь можно пересмотреть это видео, я вам советую, выписать, законспектировать, свести это в определённые пункты, и это руководство к действию будет. Это гарантированно поможет, то есть на 100% из 100%, потому что всё, что я сказал, ну, из 100% того, что нужно знать и того, что достаточно, это, ну, может быть, 98%. То есть более чем достаточно. На этом всё. Помните, что под видео я оставил все ссылки, которые могут вам понадобиться, которые действительно нужны, и я рекомендую, ну, а дальше дело ваше. Пишите вопросы, комментарии, ну, ставьте пальчик вверх, если видео понравилось, и не забывайте смотреть мои видео другие, все они важны. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!